Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прио. Справедливость восторжествовала. Это не может не радовать. Как говорится, всё хорошо то, что хорошо кончается. Относительно недавно на одном из видосиков я обсуждал зал славы. Чтобы попасть в зал славы, нужно убить ласта в мифической сложности в формате топ-100 на своей фракции. И различные китайские гильзии помогали другим людям, бустили их с целью того, чтобы быстрее заполнить зал славы, ну и чтобы другие люди в него не попали. Это всё, конечно, интересно, весело, в кавычечках. Вот. И всё-таки стоит отдать должное, они сделали хоть какой-то плюс в этом деле, они поскорее запустили кросс-мификрейды. То есть теперь там все люди с любого сервера могут ходить в мификрейды. Это всё интересно и реально классно. Но всё же что-то должны были сделать с этими гильдиями, которые занимаются бустом, притом открытым, то есть там по логам всё можно было увидеть и всё такое прочее. Моя идея была проста, я её высказал в конце видосика, мол, типа было бы неплохо, если бы их просто-напросто убрали бы из зала славы. Но сделают ли это вопрос хороший. По итогу сегодня дан ответ. Эти гильдии убраны из зала славы. А на их место просто-напросто встали те гильдии, которые убили позициями попозже. Это прекрасно, то есть те люди, которые реально должны быть в зале славы, они в него попали. Ну и само собой некоторые гильдии просто сдвинулись на позиции повыше. Давайте сейчас откроем зал славы и всё рассмотрим. Мы не будем смотреть самые первые строчки, потому что там в принципе всё без изменений. Мы рассмотрим только те гильдии, которые нам знакомы, которые находятся на Европе, ну и которые находятся на сервере Гордуни. Русские гильдии. Гильдия открытой логи и гильдия инвинсибл. Гильдия открытой логи имела 90-е место в зале славы до того момента, пока не убрали китайских бустеров. Теперь же эта гильдия имеет 80-е место. Гильдия инвинсибл, можно сказать, зашла в последний вагон поезда. Она была 97-й строчкой в зале славы, на текущий момент 81-я. Я думаю, участники этих гильдий очень рады такому хорошему раскладу событий. И то, что они в позиции повыше. Но никаких других русских гильдий вообще в принципе не прибавилось. Добавились гильдии с Океани, при том гильдий много добавилось с Океани, если так глянуть. А европейские есть гильдии с Сильвермуна, с Теракара и многих других серверов. Так что как-то так справедливость восторжествовала. И это не может не радовать. Очень хорошо то, что компания Blizzard все-таки позаботилась об Альянсовском зале славы. Казалось бы, ну зал славы и зал славы. Ну открыт кроссерверный уже мифик. Ну и открыт типа, чё его трогать. Но все-таки хорошо то, что все хорошо кончилось. Это не может не радовать. Такая позитивная мысль. И на позитивной ноте заканчиваю этот видосик. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует.